Министерство обороны предложило Пхеньяну возобновить переговоры военных ведомств, чтобы снизить напряжённость на корейском полуострове. Если КНДР согласится, то они пройдут 21 июля на территории демилитаризованной зоны в Пхан-Мунджоме. «Мы просим Север откликнуться на наше предложение восстановить военные связи в западном регионе, которые были прерваны. Мы ждём от Севера положительного ответа». Последние переговоры между республиками на уровне правительства прошли в декабре 2015 года. Новый президент Южной Кореи Мун Джиин высказал идею об их возобновлении во время визита в Германию. Он также выступал за мирное урегулирование отношений с КНДР в ходе своей предвыборной кампании. Министерство объединения Южной Кореи также предложило Северокорейскому Красному Кресту возобновить встречи родственников, разделённых Корейской войной. «Мы предложили Красному Кресту провести переговоры о воссоединении семей. Также предложено возобновить переговоры по военной линии, чтобы остановить все враждебные действия в демилитаризованной зоне». По мнению южнокорейских властей, это два самых актуальных вопроса в отношениях с Пхеньяном. Их решение поможет восстановить сотрудничество между двумя республиками и наладить ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР. Северная Корея очень активно тестирует баллистические ракеты среднего и дальнего действия, нарушая резолюции ООН. Кроме того, за последние 11 лет Пхеньян провёл пять ядерных испытаний, которые осудило международное сообщество.